Юрий Симоненко Из романа год 2077 19 июня 2077 года Бывшие Соединенные Штаты Америки Луизиана Кеннер Пригород Нового Орлеана Руины международного аэропорта имени Луи Армстронга Вечер Командуя семи охотниц вышла Кеннеру На закате, когда раскрасневшееся летнее солнце Уже спустилось к горизонту где-то за Лапласом Подсветив багрянцам собравшиеся там редкие пушистые облака С востока стремительным широким фронтом наступала ночь Сгустки черных теней, подобно частям и соединениям победоносной армии Теснили желто-красный солнечный свет Решительно захватывали руины западной окраине города-призрака Уверенно подбирались к верхним этажам и крышам видневшихся вдали за аэропортом редких уцелевших зданий В считанные минуты тени заполонили лежавший впереди город-призрак и окружили охотниц Стали разбивать свои биваки уже позади них под раскидистыми лесными кронами А высоко в небе заблестели первые тусклые звезды Сразу за пушкой начиналось просевшее местами взлетное поле аэропорта Луи Армстронга Залитой водой внушительных размеров воронкой Оставленной здесь 58 лет назад русской атомной боеголовкой От места, куда вышли охотницы до воронки, было примерно полторы мили Взошедшая за несколько часов до заката солнца полная луна Засветло перекинула через озеро воронку свою дорожку Было душно, штиль, из-за испарения от многочисленных озер и болот кожа прела И от утомленных дневным походом охотницы сходил терпкий, солоноватый, отдававший несвежей рыбой запах Но, несмотря на обилие воды вокруг, охотницы не спешили мыться Ведь это был естественный запах женского тела Старшая сестра Нора, глава женской общины в Индепенденсе, откуда пришли охотницы Учила сестер не стесняться того, что естественно, и они не стеснялись Хезер, старшая в команде, объявила привал на полчаса, чтобы сестры могли отдохнуть и укрепиться пищей перед охотой После им предстояло войти в лежавшую впереди мешанину из городов, городков и неинкорпорированных или невключенных территорий Которую до большой войны объединяли приходы Джефферсон и Орлеан, чтобы изловить там здорового афросамца Так политкорректно у сестер было принято называть негров Старшая сестра Нора на тренингах учила сестер придерживаться политики инклюзивности и разнообразия Поэтому для оплодотворения будущих матерей отлавливались самцы всех рас в равной мере Кроме токсичных белых свиней, разумеется В яслях и школе общине росли и воспитывались замечательные девочки всех цветов и оттенков кожи Последний самец, он был из индейцев, закончил выполнять назначенную ему сестрой Норой миссию два года назад И скупил вину за тысячелетие патриархального угнетения в водах реки Тангепахоа После чего община два года не теряла сестер Но этой весной от старости умерли Джудит и Хайди А совсем недавно, две недели назад, сестры Дженнифер и Сара, бывшие супругами Пали в неравном сражении с подлыми членоносцами Это были белые отребья, рыднеки из Гелиада И вот пришла очередь еще одному самцу поработать на благо общины сильных и независимых сестер Дать биоматериал для зачатия четырех девочек Политика разнообразия требовала, чтобы на этот раз донором спермы стал афроамериканец А таких самцов искать лучше всего в Новом Орлеане и его окрестностях Расположились там же, на опушке за аэропортом, чуть в стороне оттянувшейся с северо-запада железнодорожной ветки По этой ветке сестры и пришли Лишь последние несколько миль они двигались лесом вдоль железной дороги А большую часть пути прошли по заросшим травой и кустарникам трухлявым шпалам Дорога далась без особых проблем Команда двигалась скрытно, обходя стороной поселения рыднеков и избегая встреч с рейдерами Первых сестры считали патриархальными фашистами, а вторых токсичными сексистами Однако с рейдерами они все же один раз столкнулись Результат – два повешенных на суку белых членоносца с отрезанными яйцами И одна служанка – предательница женского народа Костра не разжигали, достали сэндвичи и термос из кофе И расположились кружком на жесткой траве в обочине, окружавшей аэропорт дороги «А если афромедиканец, которого мы поймаем, окажется, ну это, не способен к оплодотворению?» Чавкая сэндвичем спросила у Хезер Пегги Белая упитанная сестра с заплетенными в косы рыжими волосами И множеством веснушек на некрасивом лице с близкопосаженными маленькими глазками и носом кнопкой Пегги была в числе первых кандидаток на плодотворение неграм, чтобы ее дочь не получилась такой токсичной белой, как мать «Что тогда?» – смотрела Пегги опасливо на старшую сестру В этот момент Пегги была похожа на испуганного поросенка «Может, лучше поймать двоих или троих, а?» «Мы будем брать семейного, дорогая» – ответила ей Хезер «У кого есть служанка и дети, верное свидетельство, что с репродуктивной функцией у самца все в порядке» Хезер была высокой мулаткой с небольшой примесью индейской и азиатской кровей Тонкие черты лица, пухлые губы, забранный хвост, длинные черные прямые волосы Высокая полная грудь, на безупречном стройном теле ни капли лишнего жира Помешанная на тренировках, она была самой подготовленной среди сестер Индепенденса Грязные реднеки всякий раз объективировали Хезер, когда видели ее Но Хезер ненавидела тленоносцев настолько, что даже ради рождения дочери не готова была позволить мерзкому мужику проникнуть внутрь себя С детства Хезер запомнили слова из книги Симоны де Бевуар, по которой ее учили читать в школе общины Самый наглядный и самый отвратительный символ физического обладания это проникновение мужского полового члена Девушке ненавистна мысль, что ее тело, которое она отождествляет самой собой, можно проткнуть Хезер настолько прониклась этими словами легендарной феминистки прошлого, что даже использование резинового дилда, распространенное среди сестер общины практика было для нее неприемлемым и недопустимым Только пальцы и кулак И только женские Хезер была любовницей старшей сестры Норы А если наш афроамериканец заболеет и умрет? Спросила тогда у Хезер Рейчел Коренастая, крепкозадая молодая мексиканка с порченным оспой лицом и гнилыми передними зубами Или будет плохо себя вести и его придется убить? Добавила Андреа худая низкорослая и плоскогрудая сестра с кривыми лошадиными зубами на узком крысином лице Самая молодая в команде Андреа была абсолютно белая настолько, что ее кожа совершенно не загорала на солнце Еще одна кандидатка на оплодотворение неграм Окей, окей, сестренки Вступила в разговор сестра Меган Да, пустим, наловим мы нигеров Меган употребила неполиткорректное выражение потому что сама была негритянкой здоровенной, как мужик, плечистой и задастой скопной крученых, как проволока волос сделавших ее похожей на Анджелу Дэвис не менее легендарную, чем упомянутая бувуар довоенную феминистку и тоже активную, как и Меган-лесбиянку И как мы этих гребаных нигеров будем доставлять в Индепенденс? Свяжем и на руках понесем? Спокойно Подняла руку вверх Хезер Спокойно Мы будем выполнять указания нашей старшей сестры Нам нужен один единственный самец Мы его захватим, отведем в Индепенденс передадим сестрам, которым его поручит Нора С ним ничего не случится, пока он не сделает то, что должен Хезер обвела взглядом сестер А если он заболеет и умрет раньше времени? Добавила она после короткой паузы Мы захватим другого Всем все понятно? Спросила она строго Понятно Ясно, мы все поняли Забормотали в ответ сестры Вот и замечательно Выдвигаемся через три минуты Час спустя Южный Кеннер Хезер решила не соваться вглубь городской застройки где даже днем легко заплутать а отправиться прямиком в Ривер Ридж где по результатам проведенной ранее разведки жило несколько патриархальных негритянских семей Около трех миль они прошли вдоль железной дороги Сначала по Крофтон Роуд до путепровода на Эрлайн Драйв Дальше по Кеннер Авеню до Тейлор Стрит где тянувшиеся вдоль железной дороги разваленные по гаузе и выгоревшие торговые центры наконец сменились давно уже нежилой застройкой Сейчас здесь все было мертво Людей теперь мало даже в больших городах Местные негры жили компактно, занимая по несколько домов по соседству Преимущественно вдоль берегов Миссисипи и на берегу озера Панчартрейн где промышляли рыбной ловлей Жили и на Новоорлеанском болоте но те были психами пахлящей рейдеров Плохой материал для зачатия дочерей Обочины улицы, по которой шли сестры сильно заросли бурно и не испытывавшие недостатка влаги растительностью Асфальт дороги раздроблен на отдельные плиты и щели между которыми тут и там произрастали кусты и деревья Во дворах с покосившимися домишками из каких-то щитов, фанеры и листов пластика стоял настоящий лес Часть дворов была потоплена и там среди леса виднелись прогалины с чахлой болотной растительностью Повсюду размоины, ручейки и просто лужи, иногда довольно глубокие Сестра Рэйчел провалилась по пояс в одну из размоин ступив на поросшую травой кочку которая оказалась плавающим в воде детским резиновым мячиком но отделалась, к счастью, легким испугом и мокрыми штанами Шедшие рядом с Али и Бренда небинарные гендерквир супруги Саманка и Филиппинка быстро подхватили Рэйчел и вытащили на дорогу Луна стояла в зените и видимость была наилучшая какая только могла быть ночью, но после полуночи Луна спрячется за горизонт и до самого утра тьма будет стоять непроглядная Поэтому захватить самца следовало по светлу В противном случае придется затаиться в городе и ждать следующей ночи Пользоваться фонарями было крайне нежелательно Свет могли увидеть местные, негры, рыбаки или даже психи Последние как раз по ночам наведывались гости к первым чтобы украсть что-нибудь из припасов или даже кого-нибудь По слухам, психи практиковали каннибализм Вооружены сестры были ружьями и револьверами Однако палить из них в городе было бы чистым самоубийством Уж лучше тогда гулять по улицам с фонарями свет от которых негры могут и не заметить А вот выстрелы услышат точно И тогда бежать им из этих каменных джунглей только бежать Поэтому помимо револьверов и ружей имелись у сестер арбалеты и луки основное оружие на время охоты на самцов и этим оружием сестры владели превосходно и в совершенстве Однако одно дело отбиться стрелами от койотов или от диких собак и совсем другое от вооруженного огнестрелом токсичного врага А на пустоши враги в основном именно такие Те же реднеки или рейдеры все с пушками Арбалета с луком для этого маловато Но если негры и афроамериканцы их заметят тут уже деваться будет некуда Придется воевать и нести неизбежные потери А потому чтобы не заметили лучше не стрелять, не шуметь и фонарями не светить Поэтому шли сестры в молчании используя для коммуникации язык касаний и жестов На Тейлор-стрит сестры свернули направо через железнодорожный переезд в направлении Миссисипи до которой в этом месте было меньше полумили и пройдя квартал свернули налево на Джефферсон-Хайвей Пересечение Джефферсон-Хайвей и Филмор-стрит по которой в прошлом проходила муниципальная граница между городом Кеннер и неинкорпорированной территорией Ривер-Ридж Это была широкая Ярдов-20 заставленная ржавыми машинами улица разделенная посредине зеленой полосой Ярдов-5 на которой за полвека выросли раскидистые деревья накрывшие обе проезжие части своими кронами как зонтиками Видимо здесь стало сильно хуже Лунный свет лишь местами проникал сквозь кроны высвечивая желтыми пятнами куски поросшего чахлой травой асфальта Сестры то и дело ступали на различный хлам на дороге среди которого попадались человеческие кости Отчетливо были видны только крупные предметы вроде тех же автомобилей или принесенных сюда ветрами мусорных контейнеров Но плохая видимость означала, что и идущих в тени крон охотниц издали не так заметно, как на освещенных луной улицах так считала Хезер и тем не менее их заметили И довольно давно заметили еще в Кеннере на Airline Drive Двое вооруженных автоматическими винтовками М16 негров Уже минут сорок крались рядом сначала по Корвин Стрит тянущийся параллельно Кеннер Авеню по другую сторону железной дороги потом по Джексон Стрит Но это еще не все Был еще и третий негр длинноногий, быстрый как олень который припустил в Ривер Ридж сразу, как только эта троица заметила сестер И теперь сразу за выгоревшим дотла с жилым комплексом Mark Twain 2 апартамент и христианской начальной школой имени Джона Кертиса на пересечении Джефферсон Хайвей и Флорида Стрит сестер охотниц ждала засада Пятеро крепких черных мужиков с М16 кольтами и беретами поднятые по тревоге быстроногим товарищам шестым в засаде с интересом и некоторым недоумеванием наблюдали за приближавшейся группой вооруженных луками и арбалетами женщин А это точно баба Джим? Тихо спросил один из негров Быстроногого «Чё-то какие-то они стрёмные, бро, в мешках каких-то на головах пакли разноцветные, нормальные бабы не такие» «Точно, бро, бабы это, все до одной» ответил быстроногий Джим «И все они стрёмные, парочка так даже ничего, если в порядок привести» Внешний вид сестер был действительно необычным Более того, он был неприятным Мешковатая, подчеркнута неженственная одежда Выкрашенные в ядовито-яркие цвета кудлатые волосы Разъедающие глаза всякого видневшего их на расстоянии И даже ночью свете луны Огромный минус к маскировке Жирные, тощие, размашисто шагающие, как карикатурные подростки Таких персонажей неграм прежде видеть не доводилось Негры эти были людьми простыми Жили общины, охотились, рыбачили, растили овощи на грядках Их жены выглядели так, как и подобало выглядеть замужним женщинам, воспитывающим детей Одевались опрятно, практично и не без изящества Такие столетиями и тысячелетиями радовали глаз любого нормального мужчины По сути, кроме цвета кожи, негритянские жены не сильно отличались от жен белых реднеков И тех, и других сестры яростно ненавидели за так называемую патриархальность И называли служанками Дети негров были обычными детьми, как и сто и двести лет назад где-нибудь в глубинке Мальчишки постоянно норовили ввязываться в какую-нибудь авантюру За ними глаз да глаз С девчонками проще Те держались ближе к дому, помогали матерям по хозяйству Все помнили о психах с новоорлеанских болот, которые иногда похищали рыбацких женщин и детей После таких похищений негры-общинники устраивали по болотам рейды И заметно прорежали тамошнее население Но похищенным и впоследствии изнасилованным и съеденным от того не легче И вот для таких патриархальных негров Опасливо пробирающиеся по Джефферсон Хайвей сестры-охотницы Выглядели несмешными клоунессами и отвратительными панками из довоенных журналов Даже педиковатые рейдеры с пустошей, коих негры периодически гоняли На фоне этих раскрашенных во все цвета радуги чучел в бесформенной одежде Выглядели джентльменами «И чего им здесь понадобилось среди ночи?» Пробурчал другой негр, никому конкретно не обращаясь «Ставлю мою коль против трусов твоей тещи, Хаким, что эти крашеные мочалки задумали что-то скверное» Сказал ему быстроногий Джим «Если по делу, то днем бы пришли» «Вот сейчас подойдут ближе и спросим у них» Низким басовитым шепотом объявил самый большой и главный негр «Все, хорош трепаться, парни, делаем дело» Тем временем сестры прошли поворот на Мэдлин Лейн и подошли к перекрестку с Флорида-стрит Когда до перекрестка оставалось не более десяти ярдов, из кустов слева появились шесть угольно-черных фигур с оружием «Стоять, сучки! Оружие на землю, мать вашу!» Громко проорал главный негр, показавшийся Хезер квадратным от обилия мышц Ростом негр был не меньше семи футов и имел вид устрашающий Бренда, стройная невысокая филиппинка, вторая в команде после Хезер по частоте объективаций Одна из лучших арбалетщиц в общине Отреагировала быстрее всех и, вскинув арбалет, садила болт точно в голову первому попавшемуся негру Ее гендер-квир супруга Сали, похожая на мужика-саманка с ежиком фиолетовых волос на уродливой и сборожденной морщинистыми складками голове Короткими кривыми ногами и густо покрытыми татуировками непропорционально жирными руками-окороками Просто уронила свой арбалет на землю и тут же выхватила револьвер, но выстрелить не успела Семифутовый негр с треском всадил ей в голову две пули подряд, в результате чего Сали лишилась большей части содержимого своего уродливого черепа вместе с затылком В этот самый момент негр, которого звали Хаким, перечеркнул короткой очередью Бренду, отчего та буквально сложилась пополам Одна из пуль перебила Бренди позвоночник Треснули еще несколько коротких очередей и на дорогу повалились Меган и Рэйчел, действия которых показались неграм подозрительными «Оружие на землю, суки, я сказал!» – проревел буйволом Семифутовый Хезер, Пегги и Андреа починились, бросив на землю луки и арбалеты В этот момент сзади подбежали еще двое негров, те самые, что шли за сестрами от Эрланд Драйв и забрали у них винтовки, ружья, револьверы и рюкзаки «Тайсон Айзек!» – обратился Семифутовый к этим двоим «И Морган!» – он посмотрел на стоявшего рядом длинного узкоплечего и при этом жилистого негра «Вяжите, сух! Кто дернет или коза посмотрит ножом по горлу!» – после чего повернулся к убитому В этот момент к телу подбежал быстроногий Джим и опустился на колени, убитый приходился ему родным братом «Мэтью!» – произнес давя слезы Джим «Мэтью! Лерой!» Парень обернулся и посмотрел на Семифутового «Они убили Мэтью!» «Соболезную, брат» Семифутовый Лерой шагнул к Джиму и положил тому на плечо широкую ладонь После чего посмотрел на грубо придавленных к дороге сестер Тайсон, Айзек и Морган усердно крутили им за спинами руки и те не пытались сопротивляться По-видимому, отданный Лероем приказ пресекать сопротивление ножом по горлу произвел на них должное впечатление «Ноги не вяжите!» – сказал Лерой вязавшим сестер товарищам «Сами потопают до подвала!» «Хаким!» – позвал он осматривавших трупы Оружие и рюкзаки спадали в сторону, а саму падаль в прицеп, который под навесом во дворе углового дома на Мэдлин Лэйн стоит «Везите к реке! Вышвырните к дьяволу в Миссисиби эту шваль! А то псы набегут!» После слегка жал ладонью вздрагивающее плечо Джима «Давай, брат, ты тоже иди с парнями тачку катать» 20 июня 2077 года Бывшие Соединенные Штаты Америки Луизиана Ривер Ридж День На площадке перед библиотекой прихода Джефферсона, расположенной на все том же Джефферсон Хайвей, открытый за год до Большой войны и уцелевший во время пожаров, последовавших за бомбардировкой в августе 2019-го, в темное время и после, в самые тяжелые времена, собралось полсотни человек Представители всех негритянских семей Ривер Ридж Были старики и главы семейств, жены, вдова Мэтью и осиротевшие дети убитого Молодежь кучковалась двумя небольшими группками немного в стороне так, чтобы было слышно, о чем будут говорить на собрании Любопытная пацанва поменьше пряталась за углами и заборами Пленных сестер привели со связанными руками и поставили на колени посреди собравшихся Вид сестры имели слегка помятый, в ходе допроса каждой из них этой ночью случилось получить по морде раз другой, но без увечий Негры смотрели на охотниц зло, но никто не пытался расправиться с убийцами Окажись сестры схваченными при убийстве психа из Новорлеанских болот, психи бы их уже разорвали, но эти люди не были психами Это было сообщество со своими правилами и порядками Никто не осмеливался этих порядков нарушать Собравшиеся тихо переговаривались, несколько женщин утешали вдову, старики курили Наконец на образовавшийся вокруг пленец пятачок вышел Лерой и громко произнес «Добрые жители Ривер-Рич, соседи, друзья, все вы знаете причину этого собрания» Лерой помолчал, пока шепотки среди собравшихся не затихли, после чего сурово посмотрел на стоявших на коленях Хезер, Пегги и Андреа «Эти женщины!» Лерой указал на них открытой широкой ладонью «Пришли сюда, чтобы похитить одного из нас, мужчин!» Последнее слово вызвало среди собравшихся волну удивленных и негодующих возгласов «Да-да, я не оговорился!» Продолжил тем временем Лерой «Эти женщины! Феминистки из общины в идепенденции, что в шестидесяти милях к северу отсюда!» «Они ненавидят мужчин! Ненавидят женщин, которые не ненавидят мужчин! Ненавидят детей мужского пола и потому топят их сразу после рождения как щенков!» «Вздернуть этих сук!» Громко выкрикнула одна из женщин, жена Майка и сестра Хакима, мать двоих мальчишек, семи и четырех лет «Подожди, Аиша!» Сказал женщине Лерой «Это еще не все!» Он посмотрел на плачущую вдову, прижимавшую к себе мальчика и девочку девяти и десяти лет Продолжил «Их в индепендности сорок человек, ровно сорок! Когда кто-то из них умирает, они выходят на охоту, чтобы схватить мужчину, которого насильно принуждают оплодотворять назначенных их главной в матери женщин О том, что бывает с родившимися мальчиками, я уже сказал Девочек же они воспитывают соответствующим образом, чтобы выросли подобные им твари, похитительницы, насильницы и детоубийцы! Вчера так называемая команда из семьи охотниц пришла сюда, чтобы захватить афросамца!» Лерой повысил голос на последнем слове «Дело в том, что этим феминисткам подходят не всякие мужчины Они похищают мужчин согласно придуманному их старшей сестрой циничному плану Чтобы вывести особое племя женщин Ни белых, ни черных, ни желтых и ни красных Они насилуют попеременно индейцев, мексиканцев, азиатов А теперь им понадобился нигер Только белые задницы с ферм им не подходят Они их просто убивают при случае И их жен, если те не изволят присоединиться к племени феминисток Им понадобился нигер, друзья!» Громко повторил Лерой «И знаете что? Кажется, я знаю одного нигера, который им подойдет» В этот момент из толпы послышался голос старой Марии, матери Айзика «Отдайте этих сучек Флойду!» «Да, чувак! Мама Мария дело говорит! Точно! К Флойду их! Всех троих!» Последовали возгласы собравшихся Флойдом звали главаря шайки психов, контролировавший большую часть новорлеанских болот В Ривер Ридж Флойдом матери пугали непослушных детей Это был совершенно отбитый мерзавец, людоед и насильник Обладая отменным здоровьем, в рукопашную он мог легко справиться с двоими такими, как Лерой А Лерой был очень силен Флойд не отказывал себе в наркотиках, которые сам и производил в собственной лаборатории И был постоянно обдолбан От этого в голове Флойда постоянно возникали патологические идеи Снять живьем с кого-нибудь кожу Неважно, с мужчины, с женщины, старика или ребенка И после изнасиловать, посадить на колы поджечь Выпотрошить и заставить бегать вокруг него, пока он сидит в кресле с косяком на закате Скормить привязанного к шесту человека аллигатору Связать и изнасиловать самого аллигатора Кажется, не было такой мерзости, какую только мог бы совершить человек в теории Какую бы не осуществил Флойд на практике «Верно», — сказал Лерой «Я имел в виду именно Флойда, но...» Аиша, кажется, предлагала их просто вздернуть Лерой повернулся к женщине «Нет уж», — сказала та «Пускай развлекают Флойда, тем более, кажется, это киска» Аиша посмотрела на Хезер «Придется ему по вкусу» Аиша намекнула на гарем Флойда, в котором, по слухам, было не меньше дюжины отборных красоток, похищенных в ближайших поселениях «Пусть рожает Флойду маленьких нигеров!» «Нет, вы не посмеете!» — взвизгнула терпеливо молчавшая до этого Хезер «Я не стану наложницей этого вашего Флойда, нет!» «Еще как станешь!» — сказал ей на это Лерой «Куда ты денешься, охотница на нигеров?» Вечер того же дня, Новый Орлеан, Холли Гров 58 лет назад, когда пять русских термоядерных боеголовок ударили по Новому Орлеану и его пригородам, главному городу досталось две Оба взрыва были воздушные, 800 килотонн каждый и выжгли многокилометровые проплешины в застройке и инфраструктуре города Русские полностью уничтожили порт на реке Миссисипи и центр города Район назывался Мид-Сити Место скопления офисов, компаний и проживания среднего класса Еще одна боеголовка взорвалась в шести милях к востоку от порта, над Чалмитом До большой войны неинкорпорированной территории Однако бывшим, по сути, наряду с расположенным рядом Араби, частью Нового Орлеана Его окраиной на восточном берегу Миссисипи Там 800 килотонн и взрыв полностью уничтожил нефтеперерабатывающий завод и сжег его окрестности Другие две боеголовки ударили по военно-морской авиабазе в Бельчасе и международному аэропорту в Кеннере Причем с последней боеголовкой что-то пошло не так и взрыв получился наземным Много людей тогда погибло от этих взрывов и вызванных взрывами пожаров Еще больше умерло позже от радиации Но абсолютное большинство в Луизиане, США и во всем мире замерзли пришедшие после холодной ночи Длившиеся в некоторых местах до года Непривычно низкие для Луизианы температуры убили большую часть животных и растений Полностью истребили птиц Люди тогда ели трупы родственников, чтобы выжить А некоторые стали охотиться на живых Флойд был потомком тех, кто питались от своих собратьев Дед и бабка Флойда были людоедами Мать тоже была людоедкой, а отца своего Флойд доподлинно не знал Кандидатов было полдюжины В шайке, в которой он вырос, было восемь мужчин и три женщины Шестеро мужиков регулярно пользовали трех баб и двоих педиков Так что любой из тех мачо мог оказаться папашей Флойда Из двенадцати детей, с которыми рос Флойд, двадцатилетнего возраста достигло четверо Он, горбатый Билл и еще две девки, Нина и Мишель Остальные умерли от болезней, были убиты взрослыми или лишились жизни в схватках со сверстниками Часто этим сверстником убийцы оказывался Флойд К шестнадцати годам вымахавший под восемь футов и имевший в ширину не менее трех Сам он считал себя мутантом, почти как Халк из комиксов, только черный Видать, радиация как-то повлияла на бабку и мать Флойда, вот и получился он такой, большой и сильный Флойд даже научился грамоте и теперь был едва ли не единственным на новоорлянских болотах, кто умел читать, писать и считать Практически интеллектуал Да что там, ученый! У Флойда и лаборатория была, в которой он изготавлял мед и другие забористые вещества, которыми упарывался сам и примировал наиболее отличившихся подданных Коих не считая, баб и сопляков под рукой Флойда собралось два десятка Флойд был настоящим королем нового Орлеана С юных лет Флойд усвоил для себя простую истину Если хочешь быть главным, сделай так, чтобы тебя боялись И он сделал, причем боялись его не какие-нибудь бородатые фермеры с пустоши, рыбаки или кожаные полупидоры в байкерском прикиде Которых все зовут рейдерами, а самые отъявленные подонки-отморозки во всей Луизиане, которых вышеназванные слезняки именовали не иначе, как психами Стоило кому-либо из психов прогневать Флойда, и с неудачником происходили поистине страшные вещи, историями о которых рыбацкие мамки еще долго будут пугать своих детишек Этим вечером Флойд с горбатым биллом и дюжиной подручных головорезов пришли к перекрестку Эрхард-бульвар и Гамильтон-стрит, чтобы выяснить, какого хрена там могли делать рыбаки из Ривер-Ридж, которых его люди видели там пару часов назад И каково было удивление Флойда, когда он увидел привязанных к светофорным столбам трех баб Две снежинки и мулатка, одна толстая с рыжими косичками, похожая на свинью Едва увидев эту хрюшку, Флойд сразу определил ее на барбекю Вторая, тощая, как доска с крысиной мордой и окрашенными фиолетовый цвет патлами С ее судьбой Флойд решил определиться позже, поскольку там ни есть, ни трахать было нечего А вот насчет мулатки у Флойда не возникло сомнений Однозначно в гарем, да еще и эта табличка над ней Ух ты, какая отсыпочка! Протянул похожий на обезьяну уродливый негр Горбун по три сотни фунтов весом Осмотрев с ног до головы, привязанную к столбу Хезер Ой, дружище, а что это там написано? Горбун указал коротким кривым пальцем на болтавшийся над головой у Хезер кусок картона Там написано, Билли, что этой киске нужен большой ниггерский член Босовито гоготнул Флойд Он не стал говорить другу, что на табличке было написано еще и, что он, Флойд, рваный, обосранный гондон и сын шлюхи И что, если он появится близко к Ривер Ридж, его нахер пристрелят, как дикого пса Ну? Горбатый Билл поскреб плоский затылок Похоже, эта киска нашла от своего ниггера Он осклабился, показав крепкие белые зубы А я, если ты не будешь против, познакомил бы вон ту зиолетовую с моим хоботом Горбун кивнул на привязанную к светофору на другой стороне улицы Андреа Да, без проблем Вот отлично Обрадовался Горбун А что с Пеппой? Он выразительно посмотрел на Пегги На барбекю? На барбекю Ответил Флойд Устроим сегодня праздничный ужин Субтитры подогнал «Симон» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова